Университетский сайт, или как его сейчас модно называть портал, одна из визитных карточек любого вуза. И если человека встречает по одежке, то знакомство с университетами многие начинают именно со страниц их сайтов. Именно поэтому осенью 2015-го в Казанском федеральном запустили глобальный проект «Суперсайт КФУ». И изменения, которые произошли с сайтом университета в январе этого года, лишь первый этап. В рамках проекта группы разработчиков должны быть созданы 13 сайтов для КФУ. Мы отходим от принципа «один сайт для всех», то есть в связи с тем, что с точки зрения навигации удобства для пользователей, невозможно структурировать больше одного миллиона страниц, которые представляет сейчас наш сайт. Опыт и практика других вузов, в том числе и иностранных крупных, показывает, что надо для каждой целевой аудитории или для каждого функционала разрабатывать свою персональную интернет-площадку. Уже готов к запуску и второе обновление. Оно коснется раздела «Студенты». Как уже было отмечено, теперь этот раздел будет представлять из себя полноценный сайт. И такое перевоплощение откроет перед студентами Казанского федерального новые возможности. Мы очень сильно расширили сервис расписания. То есть помимо того, что сейчас можно посмотреть свое расписание, можно посмотреть расписание и преподавателей, и других студентов. Например, если у вас приятель где-то учится, школьный приятель, например, вам кого-то надо найти, то, естественно, в этом расписании вы можете найти самую главную разработку в этом сервисе, по моему мнению. Это поиск аудитории. Не секрет, что когда у нас приходят наши первокурсники, они с трудом могут понять, что где находится. Кстати, в работе над проектом «Суперсайт КФУ» задействованы и студенты. И шанс показать себя как отличного программиста они используют на 100%. Мы постоянно участвовали в процессе, говорили, что будет интересно конкретно студентам, что нам не хватало в процессе обучения, какой информации. Чтобы человек или студент, аспирант, который зашел на сайт КФУ, там остался, ему там понравилось, было интересно. И самое главное, чтобы он был полезен, и каждый студент нашел для себя ту именно информацию, за которую он заходил на этот сайт. А это очень было сложно сделать. Следующим после сайта для студентов этапом должны стать сайты для музеев КФУ и абитуриентов. А полностью все работы над порталом КФУ закончатся в 2017 году. И разработчики обещают, что это будет самый настоящий суперсайт. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюс.